здарова ребятушки с вами оладушки это мафия причем мафия 2 это витам нам звонит телефон мы идем отвечать что в принципе логично дворец удовольствия джо говорит вита почему ты не пришел вчера домой я с ума сходила мама я не знал что ты знаешь номер джо и откуда ты звонишь да он сказал зайти сегодня надеюсь он найдет мне что-нибудь ладно пока мама если что ни с каким уже по ларду мы не говорили made man кожаная куртка с рубашкой да давайте вот это сегодня оденем ну так вот люди ходят искать работу пойдем у нас третья глава между прочим если вдруг что где как и называется она враг государства до не чувак он не приглушит кстати мазончик довольно неплох но лучше мы отсюда пойдем у нас тут есть гаражец который вроде как наш где мы можем брать разные тачки но мы возьмем вот это который мы вчера угнали на ниже и поедем сразу же поставим лимит если что это тачки сделался паком спасибо радиус вашего позволения все-таки выключу так ну чтож поехали поговорим с попал арбум кстати зимний сезон я вам уже говорил что здесь очень нравится так вот скажу это еще раз там не здесь очень нравится все теперь все это знаю теперь вы это поняли мне нравится зимние сезоны да вот так вот влачу там мафия мы будем разговаривать как мафия да вот наверное все стереотипом куча из нас но в смысле многие люди находятся во власти стереотипов как девушка говорит а ты знаешь я из мексики а парень говорит совсем не похоже ты там такая девай усея одевает сомбрерами ритуа это ты вылета мексиканка стереотипы так в принципе у нас есть джон так мне кажется из-за того что он наш принципе друг он не хотелось подставлять но это не значит он из не поставил нас подставил из этого мы улетели на фронт но с этого же фронта у нас потом вытащил с войны и сейчас он продолжает вроде как предоставлять нам работенки однако маман нашего главного героя не особо понимает как устроен нынешний реальный мир и просит найти честную работу она считает что джо дьявол так кстати ребят смотрите вот и скрыть под это и спецнега уборочного собачку из карте так а нам а нам прям хорошо на шоссе мы можем сжать 70 это успокаивает мир здесь в этой игрушки на мой взгляд очень сильно проработан классный хорош нет но смотрите придраться можно ко всему что угодно но в общем то когда играешь в мафию то у тебя создается вот ощущение того времени хорошие ощущения приятно зачем ты это сейчас сделал я же знаешь куда себе по сигналь да ребят это у нас еще с первой мафии есть такая фишка что тут проще убить себя чем убить машину это вам не гташечка хотя вроде как мир открытый все дела но тут чем фишка смотрите можно например открыть багажник закрыть это прикольно это как играешься с большими железными модельками закрыть капот открыть капот прикольно мне это всегда нравилось и сейчас я с этим я этим с вами поделиться и так папуарду наверно было сказать итальянским сам папуарду ну ладно ну я ищу мистер папа ларда на зачем меня зовут витус калетто мой отец работал на него а я ищу работу вот и пришел сюда ты по адресу красавчик федерико папа ларда к твоим услугам зови меня дэрек а я помню твоего отца хороший мужик но пил как рыба как он поживает кстати он умер ну когда нибудь все там будем а стив да дэрек так тебе нужно работать но тебе повезло тут товар привезли на отгрузить стив тебе все покажет теперь марш мой стейк остывает пошли пойдем тут есть еще вот журнальчик стать которую он смотрел который я опять же брать не буду если чем но я вам показываю где они есть не факт что я найду все по-моему я ни разу прям все не находил но достаточно быть просто внимательным человеком почему мне там чувак обозначается красным ладно видишь ящики друзей в тот грузовик закончишь получишь десятку потеряешь или сломаешь чего получишь шиш начинай и не возить весь день тут у нас ребятушки отсылочка немножко первой мафии насколько я понимаю потому что у нас там тоже была миссия в порту загрузить целый грузовик с ящиками так ящик мы поднимаем я хотел бы выбросить честно говоря не хотел с ними тип ну ладно давайте один отнесем вот причем ну-ка погрузить опа а знаете что я ни разу не загружал целиком все ящики ну просто в первой мафии это было необходимо нужно было загрузить чтобы пройти дальше по миссии на там был правда небольшой небольшая помощь ну ты все а я все и десятку себе оставь я искал работу а не куда продаться в рабство как скажешь тогда катись отсюда к черту чтоб больше этого оружия тут не видела волнуйся я раз в сто больше заработаю в барбара инкорпорейтед стой ты сказал барбару джо барбару да и что черт знакомцы джо не буду таскать ящики за 10 баксов колись что ты затеял пошли со мной ты не видишь я над ним потрепанном купе привет кстати вот мне сейчас стало чертовски интересно чтобы если загрузить все очки но там наверное дофигища нужно терпение не знаю сколько нужно потратить времени может час реального времени потратить чтобы загрузить я ни разу все не загружал теперь что парень ручной труд не любит какого хрена говорит что знает джо барбара чушь кто захочет таскать ящики если знает джо попробуй к мне это объяснить сынок выкладывай мама просила меня поискать у вас честную работу но мне нужны серьезные деньги так что это не вариант чертовы бабы все одинаковы а стив да да не хочет чтобы ты отирался с джо верно моя была такая же и глянь что из меня вышло глава профсоюза весь гребаный порт в кулаке держу и как там джо по моему неплохо как вы познакомились но мы с детства дружим я только вернулся с фронта и он меня поддерживает пока я не встану на ноги слушай ты пойми человеку на моем месте нужна осторожность конечно значит ты не против если я позвоню джо да пожалуйста куда я дел его номер может его дома нет было бы обидно хай джо это дэрек слушаю меня тут один тип и как тебя звать-то витал витал ищет работу говорит что он твой приятель добрый друг я просто хотел проверить ну да ну да герой войны и все такое ладно спасибо позже поговорим извини проверить канада что говорит ты только что из италии наверняка себя в обиду не дашь если хочешь настоящих денег у меня как раз есть дело ребята здесь порту должны платить каждый месяц парикмахеру но половина чихать на него хотела надо чтобы их кто-то расшевелил десятку срыла а если им не нужна стрижка ну тогда тебе придется их переубедить понял а если кто-то поднимет шум тогда вы без них двое скажем так проучить можно но чтобы они могли после этого работать понял потому стив этим и не занимается а стив да босс собери не меньше двухсот пятидесяти баксов и получишь полтинник просто за прогулку свежий морской воздух и общение с людьми легкие деньги а что скажешь а уж это получше чем таскать ящики ну ладно приступай ну конечно получше таскать ящики это далеко не самая лучшая работа я собираю плату за услуги парикмахера ах да наверное я забыл про деньги ну спасибо за сотрудничество эй приятель дарик собирает деньги за парикмахера конечно вот я не хочу проблем следующий раз не затягивай ага спасибо так дарик собирает деньги за парикмахера и что за игру ты тут затеял такую игру когда ты деньги платишь и остаешься цел тебя что-то не устраивает меня ты не устраиваешь марш отсюда пока перья не полетели на подавись спасибо удовица решила думаться эй приятель дарик собирает деньги за парикмахера слушай кретин я не в духе шел бы ты куда подальше пока цел не выйдет дарик хочет денег дарик идет нахер что этот жил трест мне сделает убьет это ты сказал не я ну так попробуй ты уродицы ай надо больше блокировать надо отмутывать этого девочка опа ну как то вот так так у кого еще есть гребаные претензии насчет гребаной стрижки все ни у кого никаких нет этот уже был ни у кого никаких претензий вдруг не стало он уже заплатил все уже заплатили все хорошо вернемся к дарику вот денежки босс молодец вот твоя доля фу вилкой по деньгам я видел как ты билла обработал ты хорош стив пробовал но ему чуть задницу не надрали а стив ах да дарик вот тебе сверху забил вам спасибо он меня уже так достал а теперь вали парень мне пора за работу и передавай от меня привет матери скажи ей что я взял тебя в помощник да обязательно до встречи и вита чуть не забыл звонил джо а езжайте к бару все пардон ребятушки ну в принципе звонил джо просил передать чтобы мы встретили его в паре как бы да ахахах 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 блин не имеет скорость каждый раз сбрасывается приходится ставить по новой белая машина на белом снегу кстати она же кабрио версия да столь висо царь столь кстати можно было бы будет купить я девушку наверное не но у нас задержка пока есть ладно подождем с лифт кого на правах рекламы на самом деле кстати мне нравится газировки которые выдуманы для игр для фильмов для мультиков буду вот такой свой бренд рекламирует его создают из него пульт прикольно сейчас например если бы появилась какая-то настоящая там ядер кола или свифт колы я бы купил чисто по приколу посмотрите купи колу по приколу чё слоган уже тоже есть не знаю вот кто бы из вас не купил бы эту ядер полу или квантовую ядер полу я сомневаюсь что кто-нибудь из вас не знает что такое ядер пола хотят немножко не относится к наш нынешней игре но чисто к слову вот и заходите в магазин там продают ядер пол но я не верю что вы не купили так что таки сделан давайте откроем блин но не знаю тоже какой-то свой рецепт все дела ладно в общем говорю просто о том что я бы попробовал а вы вот кто бы попробовал кто бы тоже хотел или напишите мне в комментах какую полу или какой напиток из какого мультились как выбери вы хотели бы попробовать это было бы круто можете поставить на паузу написать сейчас можете написать потом то есть взять сейчас подумать а написать потом короче мне было бы интересно что мне еще приходит в голову это наверное напиток из футурамы слове или как он там называется но прикольная тема бог парковки привет 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 и тебе не хворать где ты вообще был я приехал сразу как ты позвонил что происходит помнишь серьезных ребят которых мы пацанами видели да что у нас стрелка с одним из них его зовут генри томасина и по моему дело будет серьезная чего правда ну да хватит заниматься всякой ерундой пора провернуть настоящее с короля вот он идет генри чего не ляпни генри в макосе эй генри как дела хай джо это он это вита мой старый друг рад познакомиться ручаешься как за себя самого доверяю полностью ну тогда слушай у меня для вас есть одно дело за хорошие деньги мне нужны талоны на бензин их сейчас выдают мало и они в цене где их возьмем в управлении по регулированию цен это же федеральное агентство не слишком рискованно что слишком круто нет 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 просто думаю как нам это провернуть но это несложно ночью талоны хранят в сейфе но а ключи наверняка где-то неподалеку у тебя там кто-то есть да у одного из моих там сестра она нам поможет спроси ее сам ее зовут мария аньела вот вам адрес скажи от меня а с сейфом что делать если ключей не будет ваша проблема сколько платишь за талоны на десять тысяч галлонов плачу шестьсот баксов ладно мы в деле нет нет вита пойдет один на джо у меня другие планы ну что скажешь витар конечно да и пушку не забудь прихватить никогда не знаешь как обернется лучше перебдеть а копишь стоп 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 это вам невинный магазин грабануть мне нужна чистая работа пришьёшь кого получишь треть копишь да я понял нет проблем ладно когда закончишь приходи сюда за расчетом ладно пока удачи вита хорошо тут прямо начинается серьезная заварушка я смотрю пока приятен да да тебя туда же ну что ж поехали устроим немножко душ хорошо что-то нет навигатор кстати не довольно неплохо работает на это я жаловаться не буду ну да тут объезд чего очень сильно не хватает в первой части то что добавили здесь это хороший качественный навигатор по которому приятно ездить он не заводит во всякие тупики а еще если прислушаться можно услышать как переключаются скорости машины прикольно так как где-то барышнике где-то улице где-то а это здесь где живет мария мария агнелла да да в чем дело здравствуйте мэм я от генри томасин он сказал что вы можете помочь мне с одной проблемкой в управлении по ценам да я слышала что тебе от меня нужно мне надо туда попасть ладно знаешь что моя сестра сейчас в больнице если подвезешь меня туда я расскажу тебе все что надо знать это напротив управления так что тебе практически по пути да без проблем мы пойдем нет конечно машины сюда пригнать вот это бабулька наконец-то она вышла самый большой наверное страх практически любого игрока что сейчас скрипты загрючит нынешняя молодежь все вы всегда блин основательно так что лучше иди с черного хода о том что открыто по ночам нет зато подвальное окно всегда открыто влезешь через него тебе нужен сейф как вы догадались случайно он на верхнем этаже там же кабинет директора в кабинете ключи ладно я залезаю в окно черного хода иду наверх кабинет директора так верно и будь осторожен по ночам там охрана не подвисим стал с миссия буду с вами честен так и в общем то всегда это дело это не самое мое любимое задание и в общем то так уж если посмотреть на картину со стороны то первое задание здесь не самые интересные нормально прикольно нет ничего занудного и скучного но игрушка разгоняется чуть дальше это в общем-то хорошо некоторые игрушки таких не успевают разогнаться парочка игрушку спасибо что подвез малыш до марии до встречи давай уже ох уж эти старые движки которые 6 литров выдают 60 лошадей машину надо будет оставить чтобы лежать вот сюда наверное не глуши мотор а это я сам себе говорю нам сюда нам есть сюда давай перелезем пойти звенящие гремящие пердящие заборы наверно стоило бы даже вот прямо здесь машину загнать вот но чтоб о чтоб копытами не скучать действовать скрытно вот она безопасность тех лет вот она безопасность тех лет так ребятушки оладушки так офис чтобы бесшумно вырубить охранника нажмите а он а Ох, не нравится мне это. Ха, ты купил телевизор? Мужик, он же как тачка стоит, откуда столько денег? Хочу револьвер взять. И ты купил себе на них телевизор. Где он? Я хочу вырубить этого чувака. Так, это туалет. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Где у нас еще один охранник, во что мне интересно. Он на этом этаже или нет? Конечно, вот это вещь, я понимаю. Черно-белый экран, семь дюймов. Все три канала ловит. Ух ты! Звучит здорово. Звучит здорово. Звучит здорово. Звучит здорово. Звучит здорово. так у нас ничего нету мне бы еще и 3 вырубить давайте попробуем если получится не знаю еще так 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 тихонечко тихонечко я мне в принципе сейчас не мешает но чтобы вообще никто не мешал у стулья с кстати еще один журнальчик если чем ты тело может куда бы его оттащить да он там лежит на стоечке журнальчик его тоже можно взять но делать этого не буду как вы уже поняли давайте вот сюда оттащим не очевидное место наверное так хорошо котель не хочу так можно было подвал фига себе а здесь я ни разу и не был интересное кино а что у нас тут есть у нас тут есть стеллажи коробки фига себе зачем нотка бы я понимаю что отключить сигнализацию сейфа сигнализация отключена офигеть я это сейчас первый раз вижу раз уж на то пошло у меня ни разу не получалось эту миссию пройти по стелсу потому что срабатывала сигнализация и пожалуй я думал что это скрипт и просто не придавал этому значения оказывается можно было вот так вот все сделать век живи век учись ребятушки частично спасибо вам за это потому что прохождение делается для вас и если бы я этого сейчас не сделал я бы пожалуй не знал бы то есть елки-палки сколько раз я играл в эту игру уже очень много раз не играл и ни разу мне не удавалось пройти эту миссию поставил со вот это я конечно это да вот кабинет директора здесь должен быть ключ до ключ есть а вот ключ теперь нужно открыть сейф так ну сигнализацию мы отключили ты часто должно нормально все пойти ну пожалуйста но я надеюсь а а а это здесь ну давай не сработай сигнализация не сработай пожалуйста о все реально без сигнализации без ничего ёшки матрёшки я на самом деле сам до сих пор не верю что это получилось что это сработало это было сейчас офигенски круто просто на стелс или себе задание блин коленками от батареи тоже больно никакой полиции никакой погони елки-палки вот как это должно было быть пройдено на самом-то деле просто немножечко больше внимания немножечко больше исследований и все и мы все обнесли ну что ж ребят что я могу вам сказать наше совместное прохождение делает мой скил лучше спасибо вам за это ну так тачка уже велитыш на самом деле мы пару раз уже хорошенько так стукнули но пока еще едет пока еще 40 она может держать хорошо сейчас едем в парк барбар где нас ждет барбару мы едем в барбар я самая ся рогалов где у нас тут бок парковки полиция куда-то едет наверно кого-то ограбили интересно кто бы это мог быть ну и как успехи расплюнуть с утра они будут в шоке хорошо вижу джо умеет выбирать хорошо вот черт что не так еще как мать твою все не так ты припер талончики со сроком действия он истекает завтра ну и что это вообще значит значит они нахрен никому не нужны будут хотя постой если развести их по заправкам до полуночи их можно проштамповать и погасить развести их по всем заправкам в городе тебе надо успеть до полуночи или мы в заднице не продашь вовремя не получишь ничего постой мы так не договаривались ты ничего не сказал о сроке действия ну дерьмо случается да слушай если ты это провернешь я тебя не забуду так что бегом чем быстрее их свалишь тем больше получишь фразочка да такая козырная дерьмо случается поехали колесить по заправкам города пока приятель так ближайшая к нам заправка поехали на эту скорее пожалуйста сейчас наверно не буду ставить уграничек скорости просто буду поосторожней с полицией все таки у нас задание на время я не люблю задание на время буду с вами чистить и хочешь купить несколько талончиков конечно но это строго между нами хорошо не вопрос сам только не болтай конечно меня так поедем еще сюда устраивает но скольких заправках одна из шести надо на шесть развести успех шесть шесть это много шесть это много а времени мало еще ребятушки что я вам хотел сказать я не люблю задание на время очень что в гташке что в мафии что в любой другой игре когда мне ставят сжатые сроки я не люблю когда такое случается потому что когда человек торопится он начинает делать ошибки я начинаю делать медленнее а когда человек все начинает делать медленнее когда он торопится цепь замкнулась это не самое лучшее что может случиться с человеком так пожалуйста давай порезче и хочешь купить несколько талончиков конечно но это строго между нами хорошо не вопрос сам только не болтай конечно меня устраивает так да давай сюда на самом деле заправок больше чем шесть если успеть развести больше то мы получим лишнюю сотню максов но меня это сейчас меньше всего волнует да блин куда ты прешь на своем пикапе я понимаю что он правильно прет но мне то это не подходит вот эти вот сейчас петляния по городу это все долго будет ну ладно китайский квартал или квартал кстати ребятушки кто знает как будет правильно квартал или квартал ну это к тому же что и торты и торты и всякое такое да кто тут великий знаток ударений пожалуйста подскажите так на самом деле китайские фонарики да все таки есть осторожный чувак а нафига ты тут бегаешь такой по дороге весь этот такой перед грузовиком смотри смотри у меня смотри у меня еще три штуки надо успеть посетить если очень постараемся то можем успеть что этот грузовик тут стоит еще перед у меня как уже как-то бегал блин там полиция если я сейчас попадусь с превышением мне бы этого не хотелось а полиция прямо по моему маршруту давайте я поставлю ограничалку чтобы они ко мне не придрались здесь нельзя тратить время на разборку с полицией на штрафы разговоры документы не поворачивай туда ну не поворачивай туда ослина зачем тебе туда о о значит будут плестись как черепаха из этих уродов не врезаемся за аварию они тоже могут прицепиться а кстати насчет красного света я не помню мне кажется что ну в первой мафии полиция оцеплялась если ты проезжал перед ними на красный свет вовсе прогрузилась эй у меня тут пара лишних талончиков надо ну да конечно надо хорошо держи деньги вперед да конечно держи бабло спасибо друг и ты меня не видел да ты меня не видел если чем поехали вот сюда да тут также как и первой части машины бензин который может закончиться тут можно заправлять машину мыть машину вообще к машинам они здесь подошли очень качественно очень с душой машину можно тюнинговать вешать другие колеса другие номера номера будут быть именные машинку можно помыть машинку можно отремонтировать нет ох ты ж ёлки ты матрелки я его убил кажется ну не знаю но половина времени до полуночи прошла я знаю спасибо карл черт засмотрелся не туда машин если машина сейчас сдохнет это будет не очень хорошо так ну пока тянет хорошо что в принципе машина мощная у нас изначально поэтому она тянет но еще парочка таких столкновений будет не очень хорошо опять полиция еще нужно продать 22 талончика ну два листочка с талончиком хотя бы а заправки сейчас находится очень далеко друг от друга давайте попробуем успеть те у нас да там у смыло мы быстро четыре раз фигачили на не были рядом друг с другом а здесь нам придется сноситься как задницу укушенную пилиция я чувствую на последний нам придется нестись вообще просто с огромнейшей скоростью вот это я под нырну и под него это по я водитель хочет скрыться понял специально как одно под другое хорошо все от полиции мы отделались эй у меня тут пара лишних талончиков ну да конечно надо хорошо держи деньги вперед да конечно держи бабло спасибо друг и ты меня не видел так и последний запровосик у нас я бы вот сюда вот съездил на самом деле сюда будет проще добраться и дорога будет по хайваю то есть скоростная тачка у нас правда не особо скоростная уже блин как я под нырнул под один грузовик под второй еще и в это в овощи в овощевоску врезался вообще красава теперь мы даже до 40 это еле разгоняемся как угробить тачку смотрите только на нашем канале на самом деле как угробить тачку могут рассказать о чем на многих так скорее у нас просто у нас осталось еще четверть блин он уже на полтосе я понимаю что это мили кстати это мили или километры мы же в америке наверное мили не надо на мост не надо ай полиция ты не здесь здесь это вот эти ну хорошо тут и лимит 70 моя тачка сейчас 70 наверное уже и не выжмут сейчас посмотрим полтос мы еще делаем еще и следующая передача появилась прикольно но полтос это видимо предел на таком ломаном движке хотя нет что-то вон еще выжимает 60 а 60 70 не нормально медленно но раскачугаривая ся я по-моему ведет в сторону колеса убитого то есть там покрышка целая но колесо переклинило блин чертова пилиция чё ты постоянно поворачиваешь туда куда мне надо да ладно их с тобой тут дорога широкая мы с тобой разменемся может подъезжаем к последнему и это хорошо вот вот она да если вы резете в гнезоколонку то будет бить под огнем эй не интересуют лишние талончики конечно где ты их взял хотя пожалуй мне этого лучше не знать умница а теперь гони наличность да отлично надеюсь я из-за тебя не вляпаюсь не переживай просто не болтай лишнего ну все это последний по крайней мере заработал поеду обратно к джо да в общем я что то неправильно запомнил ну не то чтобы неправильно запомнил а ого а как мне поврочит от детей добраться джо обратно на мост надо я думаю что мы сможем сейчас за оставшееся время заработать еще лишнюю соточку на метку да олень ну блин перед тобой машина да я еду не по правилам ну перед тобой блин машина включи здравый смысл и затормози пожалуйста все сейчас можно спокойненько не спеша добраться до чоу йоу йоу почему-то когда я проясняю что имя Джо мне в голову приходят Джоуи вам не нужен этот стол а кстати здесь добавили еще одну такую фишечку наш персонаж обладает некими навыками механика уж не знаю с войны у них привезли от хорошей жизни научился но если машину мы разобьем вообще в конец что она заглохнет и не сможет ехать ее можно немножечко подрихтовать прям на месте и она сможет медленно потихонечку но все равно передвигаться не придется угонять машину а стоит ли говорить что задания на время не поощряют такую вещь потому что это долго и машина потом далеко не самым быстрым образом едет просто чтоб мы знали что в крайнем случае машинку мы починить сможем что в крайнем случае машинку мы починить сможем иди отсюда и вот она с места вообще не тянет сжимаешь да за это задание мы машинку ушатали конечно окончательно но зато узнали как пройти стелсовое задание блин по стелсу прикинь какая неожиданность ну и с другой стороны ребят человек который должен две тысячи баксов он же не будет тратиться на то чтобы починить машину не будет тратить там 300-400 долларов потому что чтобы вот это все починить нужно 300-400 долларов это дорого машина расквашена просто вообще она вон вообще не какущая уже я не могу мне вот интересно тут вот метро находится ну как и в первой части над городом ну здесь я так понимаю некое подобие нью-йорка хотя возможно я ошибаюсь я не такой сильный эксперт американских городах но они хотели создать большой мегаполис с метрополитеном и он у них же называется subway sub это под чем-то а здесь все метро находится между домами над землей блин вот ты уставшая уже до закрой капот поехали джо джо барберу джо барберу тара 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 тата тата не надо а то даже по моему за такой cover youtube может если что сказать а тата надо пожрать давайте сэндвич на вернем запьем это все свифт кола хорошо лечь спать после такой ночки что еще нам остается глава 4 закон мерфи но смотри-ка не знал что джо писать умеет у нас новая работа по-крупному будь у фредди сегодня вечером пушку захвати и отмычки да ребятушки у нас новая глава но в эту новую главу мы пойдем в следующий раз пока что спасибо что пришли спасибо что были с нами ваша поддержка естественно очень сильно нам помогает поэтому продолжайте приходить мы вас ждем также загляните в другие плейлисты посмотрите другие игры мы уверены что найдете себя что-то интересное также подписывайтесь на наш twitter в котором будут новости анонсы также много чего интересного и в общем-то все с вито и четвертой главой мы встретимся следующей серии на этом ребятушки всем удачи всем добра всем бобра все молодушек и всем покеда а Субтитры сделал DimaTorzok